Привет, Олег! Сегодня уже 13 февраля. После того злополучного поражения от Fnatic поступили некоторые претензии во многом в твой адрес. И, соответственно, было бы интересно узнать твое мнение. На самом деле все просто. Это для СНГ, по-моему, комьюнити, это дефолт. Ну, когда твоя команда не выигрывает. Первая причина тому, что от нас очень большие ожидания. Там все нас считают фаворитами, как и, допустим, тех же G2. Но иногда вот так случается, что просто ты не можешь контролировать исход игры и проигрываешь. И юные аналитики пытаются анализировать и понять, ну, им же виднее, что происходит в команде в конкретной ситуации. И они начинают цепляться к тому, допустим, что мы такая более или менее стандартизированная команда, которая использует проверенную какую-то остроту, которая стабильно работает против всех команд. И вот юные умы приходят к тому, что ай-яй-яй, у вас одна стратегия, к вам подготовились. Они не берут во внимание, что 90% команд работают точно так же по нашим стратегиям, но немного ее могут видоизменять. Если, допустим, у какой-то команды получился какой-то фаст раш, а это просто йола игра. Это не заготовки, это ничего, это просто типа увидели, что в сайте никого, и на йола залетели, все аплодируют стоя, типа браво. Вот это стратегия просто пушка. Либо когда они видят стратегии из 90-х, как G2 показывали с монтажником, это еще я играл, мы это обузили. Все просто вау, ну вот это набор стратегий, просто на с ума сойти. И до людей сложно донести, что бывает такое, что у тебя сидят 5 игроков, и у них просто начинается какая-то паника. И они, ну, сами не свои, то есть у них нету каких-то нормальных слаженных мыслей в голове и так далее. То есть ты им пытаешься на тайм-ауте что-то объяснить, они вроде это понимают, но в силу того, что у них какое-то оцепенение, страх, они начинают делать совершенно другое. И вот это объяснить каждому комментатору и юному аналитику, это очень сложно, ну, простыми словами. Как бы сколько людей, столько и мнений, это раз. Но у нас свое видение ситуации, потому что, ну, мы непосредственно принимаем в этом участие. И там говорить о том, что вот, вы приехали, не подготовлены, ну, окей, а что тогда с другими фаворитными командами? Ну, допустим, с теми же G2, у них там 8 аналитиков, 15 тренеров, массажист, визажист и где они? Им банально можно сказать так, что им просто повезло в группе, они выиграли один антитеррор, выиграли БДСов и все, в принципе, больше они никого не обыграли. То есть банально, если бы, допустим, фанатики были в их группе, то они точно так же бы не вышли из группы, получается. После игры мы сидели в практисе и ты объяснял игрокам, ну, что не так, в общем-то, пошло. Вкратце можешь поделиться тем, что ты рассказывал им, рассказать вот зрителям? После игры? Да, 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 вот когда мы сидели в практисе и ты, ну, вы с игроками это обсуждали. Ну, когда мы уже все, отлетели. Угу. Ну, мы обсуждали то, что, ну, как вообще мы смогли такое допустить, это раз, и почему мы просто резко в пятером начали все бояться. Ну, просто объявил какой-то страх, что вот, все, сейчас я так ошибусь и меня просто выкинут. Вот, хотя мы всегда играем с позиции силы. То есть как только ты начинаешь зажиматься, типа, ну, с позиции защиты играть, то есть ты не агрессируешь, когда надо, то тебя просто выбивают со всех точек и все, и ты как бы идешь домой. Ну, как это и случилось. Уповать на то, что вот, у вас был боткемп, вы же писали, что у вас есть психолог. Психолог-то, может быть, да, он есть, но никто не может со стопроцентной вероятностью сказать, что помогло ли это игроку или нет. Ну, какие-то внутренние страхи, это там помогло ему победить или нет. То есть это, ну, это люди как бы, и ты не можешь им заглянуть в голову и посмотреть, что у них там внутри происходит. Разные факторы складываются от этого. То есть, ну, у нас конкретно это после мажора как пошло, ну, и, видимо, это настолько глубоко в подсознание засело, что, ну, не так просто от этого избавиться. То есть после игры все понимают, да, что вот, в этом ошибка, в этом ошибка. То есть там кто-то пытается какими-то стратами упрекнуть. Прекрасно знали, как каждая команда будет действовать, ну, там, за исключением какого-то одного мула. Но мы банально не делали ту работу, которую должны были сами делать. То есть тут проблема только в этом. Потому что мы позволяли делать все, что угодно, а свою работу не выполняли, потому что боялись подвести команду. Где-то лишний раз умереть, где-то лишний раз ошибиться. Ну, и стоит отметить, лютейшее везение, что у DarkZero, что у Fnatic'ов там. То есть, ну, залетало абсолютно все, что можно. То есть там чел просто префайрит, и через миллисекунду туда кто-то выходит и умирает. Ну, то есть настолько шаровой игры, ну, как бы я давно не припомню такого. То есть у DarkZero там каждая граната летела, взрывала. Тут просто какие-то вот эти микро-моменты. Клатчи, то есть в клатчах вообще не везло максимально. То есть очень много таких моментов. Ну, и получилось просто, ну, включиться на полную катушку только на последней карте, но было уже поздно. Типа уже слишком много времени отдали. Ну, и обвинить там какие-то стратегии. Я, конечно, понимаю, там интересно, когда ты смотришь за какой-то командой, которая там один раунд так сыграла, второй так сыграла. Но это же все зависит от того, какие игроки в команде, как им комфортно. Ты никогда не заставишь человека играть так, как ему неудобно, как ему не нравится. Потому что он не будет играть на максимуме своих возможностей. Ему будет неудобно, ему не нравится это. То есть ты просто, ну, типа, если ты просто будешь заставлять из-под палки, грубо говоря, то человек не раскроется, он свой потенциал на максимуме не покажет. Он будет играть для галочки и не более того. И, типа, ну, так это с любыми людьми работает. Это даже не об отношении речь идет, а просто, ну, как сказать, там. Ну, стилистически он, ну, не может исполнять той роли, допустим, вот, там, Данилу дать, допустим, монтажника какого-то. Да он в жизни на нем не сможет играть. Ну, у него другой стиль игры абсолютно. Поэтому приходится отталкиваться от тех реалий, в которых мы находимся. То есть мы используем тот потенциал, который имеем. То есть от него отталкиваемся. Нельзя просто так взять, у кого-то там посмотреть стратегию, либо какую-то свою придумать, и она будет 100% работать. Прекрасным примером тому есть команда Роги. Кто они были у нас раньше в помощь зала? Листрим. Вот у Листримов, у них там просто невероятное количество стратегий на каждую точку. Ну, это со слов Хиггса там, ну, и вообще в целом команды. У них там просто по 15 стратегий на каждую карту, там невероятное просто количество. Но если посмотреть на практике, где они? Они приезжают каждый лан и проигрывают. То есть, ну, что, то есть лучше иметь 15 стратегий и постоянно отлетать? Либо вот, ну, просто так вот звезды сложились, что просто мы оцепенели и проиграли. Ну, типа, окей, ну, бывает, типа, на этом жизнь не остановилась. Мы до этого, как бы, нормально отыгрывали. Сейчас, ну, какие-то, это нормальная тема, что команда испытывает какие-то проблемы. И проявляются они именно на лане, когда ты сидишь уже на сцене. А где-то дома ты можешь сидеть и говорить уверенно, что я готов, я разнесу там всех. Ну, когда ты садишься напротив своего, допустим, оппонента, там, допустим, ну, и ты начинаешь какие-то, ну, не знаю, нервики там обоевают твой мозг и все, и ты уже играешь не так, как ты должен играть, только и все. И, типа, оценить вот это, о, стратегии, все к вам подготовились. Да если просто открыть глаза и посмотреть внимательно, допустим, тоже кафе, 98% команд его играют одинаково, за исключением одного оперативника, это кассел. Все, больше никаких изменений нет. И, типа, на всех картах, если, ну, вот так приоткрыть завесу тайны профессионального Рейнбоу Сикса, то на большинстве карт на одну точку существует всего две атаки. За исключением каких-то мельчайших каких-то моментов, которые называются импровизацией как раз-таки. Когда человек видит, что точка свободна, и он ее резко занимает. И это вряд ли у кого-то запланировано. Невозможно играть в эту игру по каким-то рельсам идеальным, по какому-то шаблону. Потому что вот ты имеешь какой-то шаблон, ну, в нашей игре можно видоизменить карту. То есть ты заходишь в какое-то помещение, а там вместо двери нет стены полностью. То есть ты уже не можешь по своей тактике, по своей стратегии отыгрывать. Ну, потому что карту видоизменили. Там разрушили что-то, поставили щит, поставили окно мира и так далее. Ну, то есть нет идеального какого-то рецепта. То есть все еще, ну, это скиллозависимо. И зависит от того, насколько игрок готов, насколько у него работает голова и как быстро он может адаптироваться к ситуации. Все, ну, очень много на этом построено. Допустим, взять тех же G2, у них со стратегиями вообще, то есть там тоже два дефолта. Либо с одной стороны, либо с другой атакой. И в целом все остальное построено на импровизации. Они видят слабое место и просто туда дают. То есть, но это не означает, что они каждый день тренируются, и каждый день против них попадается команда, которая показывает одно и то же слабое место, и они туда дают. То есть это все зависит от импровизации. А если игрок зажался, и он не может импровизировать, то там никакие стратегии, ничего, ничем, нечем помочь просто. Пока не успокоится человек там, либо полностью команда, то есть ничего не получится. Банально, когда ты не можешь убивать в ключевых точках, о каких вообще стратегиях можно говорить? Когда ты не можешь вообще ничего, ты не можешь банально зайти, убить и занять какую-то ключевую точку. Как можно оценивать такие стратегии? Когда, допустим, на кафе мы испытывали проблемы, просто у парней выключился мозг, они увидели кассовку, увидели тресоги, понимают, что у них есть шесть флешек, две конкаски у Зофии, и они просто их не могут сбить. Ну, потому что они в замешательстве в каком-то. То есть, ну, и это необъяснимо. То есть, они прекрасно знают, что надо всего лишь прокинуть шесть сок, но в итоге этого никто не сделал. И как бы проиграно, там, две минуты потрачено на это дело, в итоге потрачено еще два заряда аши, потому что началась мискоммуникация, паника и все. Только поэтому ты проигрываешь раунд, хотя казалось бы, ну, это банальщина абсолютно. То есть, для игроков такого уровня это вообще легчайшая задача. Ну, вот бывает так, что начинается какая-то боязнь, паника и так далее. И это очень сложно решить, то есть, по щелчку пальцев невозможно просто взять, бам, и все пофиксить. Когда вот был тот же разбор в практисе после последней игры, ты сказал, ну, упомянул, что что-то вроде, что только Шепард знает, как правильно играть в это все. То есть, как правильно коммуницировать, я так понял, в этой игре. Чем этот игрок отличается от остальных? Ну, он отличается хладнокровностью. Он чаще всего сдерживает себя, то есть, он прям на хладнокровных вещах такой сидит, типа, и, ну, очень редко дает воле эмоциям. Но даже у него, допустим, прослеживалось оцепенение, допустим, на клубе на последней карте. Ну, просто, видимо, накопилось, там, один раз проиграли, там, вот эти потные карты. И, видимо, накопилось, и вот такой всплеск у него произошел, что вот он тоже, как бы, оцепеневшись сидел. И не знал, что делать. Но, хотя, от всех он отличается тем, что он, ну, такой, как бы, ну, не проявляет эмоций, не волнуется никогда в одной паре, как бы, играет. Либо он не показывает их. В отличие, допустим, от остальных, там, более эмоционально. Если какой-то клатч проигрывают, они, там, очень сильно, там, эмоционируют, там, машут руками, орут, там, и так далее. А у Шепарда такого нет. И поэтому я, как бы, всегда выделяю, что он достаточно хладнокровный для таких моментов. Когда я брал у тебя интервью после мажора, после победы сразу, ты говорил, что вся проблема в голове у игроков. И мы выиграли, потому что получилось решить эти проблемы. Можешь ли ты сказать, что сейчас какие-то проблемы вернулись, и их нужно решать снова? Да я бы не сказал, что они вернулись, я бы сказал, что они просто всплыли на поверхность. Ну, то есть, вот мы подзанимались, да, там, с психологом, но, мое мнение, это просто, ну, мы прикрыли какие-то, там, страхи, боязни и так далее. Просто, ну, маску, грубо говоря, нацепили. Ну, когда на тебя оказывается давление моральное, психологическое, просто это все всплыло резко наверх, и все. То есть, ну, и получилось просто под самый конец уже разбудить парней, чтобы они включились, но до этого был, ну, грубо говоря, я не знаю, как это назвать, тильт, не тильт, там, ну, не знаю, ну, просто все сковались и боялись, там, каких-то моментов. То есть, не играли так раскованно, как надо. То есть, а как только ты зажимаешься в этой игре, все, ты уже проиграл. То есть, ты уже, грубо говоря, ментально проиграл, уже сдался. То есть, и с такой командой, ну, когда, допустим, у тебя все поплыли, ты ничего уже не сделаешь, там, никакая острота ничего не поможет. Ну, окей, там, было пару моментов, мы это все, конечно, подчеркнули, разобрали, где там можно было что-то придумать, подправить, изменить, но в целом проиграли не из-за этого. То есть, ну, все в этом уверены, все это понимают, что, ну, не в этом причина. Там было намного больше проблем, которые можно было решить по месту, но в таком состоянии просто, ну, нельзя было их решить, и все. Просто не приходили мысли. То есть, ты вроде говоришь, берешь тайм-аут, объясняешь, вроде да, 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 и до людей вроде дошло, но на деле все по-другому. И ничего просто не работает, и все сыпется. Пока ты не остановишь, ну, не остановишь, что-то вот горение, не знаю, волнение, то очень сложно. Ты просто будешь делать, ну, то, что тебе взбредет в голову, и не сможешь просто хладнокровно оценивать ситуацию, там, свои силы, возможности. То есть, ты просто играешь, ну, я не знаю, на автоматизме, так скажем. Ну, в общем, импровизировать очень сложно, когда ты сидишь просто в депрессухе такой, весь зажатый, забитый. Ты просто уже так из последних сил пытаешься выйти просто в размен, но не понимая того, нужно ли это команде или нет. Просто выходишь и крестишься. Боже, хоть бы убить там одного-двух, и все. То есть, вот к такому сводится. Хорошо, надеюсь, мы с Рейзером смогли ответить на все претензии, на вопросы фанатов, хейтеров, всех прочих. Это не последний влог из Монреаля, оставайтесь с нами. Всем пока. Пока. Кожура, ты куда пошел? Он поехал в эту, что ли, шляпу? Что, нормально? Хватит? Да, отлично, спасибо большое.